Ты не будешь ходить в вакууме, тебя обязательно толпа куда-то будет нести. Вы знаете, я летал в самолёте в Америку несколько раз. Я чётко покупал билет для определённой цели попасть в Америку. И когда я покупал билет и садился в самолёт, я знал, что я приземлюсь в Чикаго. Я знал, потому что я планировал это. Но очень странно, когда люди куда-то движутся и не знают куда. Церковь существует какая-то, какая-то вот хорошая классная церковь существует. Хорошее прославление, хорошие праздники, хорошая благотворительность существует. Они делают определённую работу, а цели не имеют. Куда вы движетесь? Ну мы вот это делаем. Это хорошо, что вы делаете. В мире тоже социальную работу делают. А мы ещё вот это делаем. Хорошо, что вы это делаете. В мире ещё больше делают, у них больше денег. Куда вы движетесь? Имеете ли вы цель от Бога? Куда летит ваш самолёт? Сегодня Бог спрашивает каждого. В каком самолёте ты движешься? Да потому что ты не можешь лететь в самолёте и спрашивать у пассажира. Извините, пожалуйста, куда мы летим? Он тебе объясняет. Ты понимаешь, мы летим на высоте 10 тысяч метров. Ты понимаешь, так классно. Мы летим со скоростью сверхзвука. Мы летим с такой-то скоростью. Температура за бортом минус 48 градусов. И я летел в самолёте и чётко видел табло, где написана скорость, где написана высота, температура за бортом, температура здесь, внутри. Чай, кофе, капучино, всё, что надо, стюардесса приносит. Мне уютно, мне комфортно. Но одна была проблема. Если бы я не знал, куда я лечу. Но Бог хочет, чтобы знали. Мы знали, куда мы летим. И ты можешь сегодня находиться там, где всё тебе дают информацию. Но ты можешь не знать, куда ты движешься. Ты можешь не знать, куда ты летишь. Именно твоё направление, оно определено Богом в этой жизни. Никто, рождённый на этой земле, он не имеет своей судьбы. Судьба человека от Бога. Именно спасшего и призвавшего нас званием святым. Кто нас спас, тот нас и призвал.